я елена белоградова и всех приветствую в студии программы здоровая тема здесь мы не выставляем диагноз разбираемся в тонкостях болезни и ее симптомах упасть на ровном месте выражение хорошо знакомое могу предположить скорее каждым проверенное на себе особенно зимой когда удержаться на ногах на льду или замерзшем снегу довольно сложная задача даже для хорошо координированного человека здорово если после падения вы мягко говоря легко отделаетесь и не отправитесь к врачу в основном все обращения в трав пункт перелом и растяжение ушибы это последствия неудачного падения и это еще не полный зимний ассортимент жалоб осторожность период гололеда лишний не будет как уберечь себя какой должна быть первая помощь после падения и в общем то как встретить новый год без последствий для здоровья советы специалистов в программе здоровая тема сегодня два гостя я приветствую в нашей студии куата мухаммед каировича куат мухаммед каирович здравствуйте здравствуйте куат мухаммед каирович габдул газизов врач травматолог по оказанию экстренной помощи в павлодарской областной больнице и так сегодня у нас такая интересная тема актуальная для этого времени года тема и я так предполагаю что в зимнее время у травматологов работы но наверное однозначно прибавилось в зимнее время тем более учитывая этот год немножко такой экстремальной скажем в связи с нашим резко континентальным климатом резко переменчивая погода и скажем так вот сегодня даже утром вроде вчера все таяло у нас был такой кустой туман все таяло сегодня утром уже как бы легкий гололед гололед поэтому зима все таки да это такая очень актуальная пара для врачей травматологов в общем вы держите руку на пульсе и без работы не сидите куат мухаммед каирович ну давайте начнем с самого простого мы сегодня говорим о том как раз таки как себя уберечь в такое время года и особенно в гололед самого простого начнем с какими все таки проблемами к вам обращаются чаще ну в основном в травматологический пункт обращаются люди после падений после ударов скажем тупыми предметами и так далее с различными травмами в основном конечно же это ушибы мягких тканей растяжение связок могут быть вывихи ну и соответственно конечно же переломы да в принципе вот с этими четырьмя моментами людей обращаются также хотелось бы отметить что бывают и раны производственные травмы либо какие-то бытовые даже банально человек порезался ножом скажем так ну в общем как то так в общем спектр вашей работы да вот ну да он такой довольно широкий вот мы сегодня говорим все таки это время года больше ушибы растяжения на самого простого все таки давайте напомним что такое ушиб ушиб это скажем так механическое закрытое повреждение мягкотканной структуры мягких тканей ну что мы подразумеваем под этим это кожа соответственно кожный покров потом соответственно дальше подкожно-жировой слой мышцы и конечно же без значительного нарушения вот этих структур потому что если скажем будет значительно повреждение мышцы уже это будет не ушиба как разрыв мышцы и растяжение или все-таки разрыв если взять мышцу это будет скажем разрыв надрыв тоже зависимости от ситуации а если же растяжение в основном это связки сухожилия и так далее ну вот как раз таки это здоровая тема мы сегодня говорим очень нужное время зимний период времени гололед падаем буквально на ровном месте всем всем это знакомо сегодня у нас гости врач-травматолог по оказанию экстренной помощи код мухаммед каирыч но вот в чем проявли как проявляется ушиб наверное все-таки это припухлость сначала ушиб во первых это сильная боль именно вот в том месте ну где скажем так локализована травма во вторых это отек это скажем отек простыми словами припухлость то есть в этом месте происходит набухание до мягких тканей и плюс гематома простыми словами синяк синяк синючность да и вот если же есть проявление вот этих вот симптомов то можно сказать что это ушиб а растяжение все-таки часто тоже можно спутать немножечко да потому что и при растяжении дает вот немножечко и отечности где-то немножко если меняется если дифференцировать то тут больше от механизма травмы если человек упал и ударился соответственно это ушиб если человек подвернул ногу и и растяжение в основном происходит в суставах то есть голеностопный сустав вот с чем часто обращаются вот в основном кстати наверное ноги голеностопный коленный сустав все именно в период зимы гололеда прямо очень много в общем держитесь крепко на ногах не говорите хорошо первая помощь вот упал человек еще не знает ушиб или растяжение первая помощь что не пока не обратился он к врачу что нужно сделать во первых нужно дать покой скажем поврежденные конечности потому что мы в основном работы с повреждениями конечности опять же повторюсь покой первые не знаю несколько может быть минут первые часы необходимо приложить холод к месту скажем ушиба и так далее приложить холод хотя бы на 15-20 минут то есть холодный компресс сделать обязательно это место и используем что все что под рукой но в основном наверное все достают из морозилки все что есть лед сухой холод просто бывают люди под словом холод понимают холодную воду и бывали случаи ну даже вот просто с практики что человек просто держал скажем поврежденную руку под холодной водой но это правильно или нет это неправильно нужен именно в сухой холод лед там даже мясо масло с морозилкой холодильник в этот момент не только в бытовых целях но и в лечебных целях врач травматолог говорит ни в коем случае под водой не держим достаем пусть даже кусок замороженного мяса обматываем какой-то тканью и мутинцев до держим вот это первая помощь покой и сухой лед покой сухой лед но если конечно же есть боль невыносимая можно принять нестероидные противовоспалительные препараты ну конечно же по назначению врача но самое главное здесь обратиться к специалисту вот как раз самый такой момент когда все-таки стоит обратиться к специалисту когда ты ну сделали мы первую помощь оказали боль не утихает нога может быть или рука что там вы ушибли распухает тогда уже конечно чем раньше тем лучше но мы всегда говорим потому что наверное связано с менталитетом люди у нас все стойкие крепкие и многие приходят с такой коронной фразы я думал пройдет в итоге как бы проблем становится больше то есть если человек обращается раньше соответственно чем раньше мы оказываем помощь тем быстрее это все скажем проходит и заживает поэтому как только человек получил травму лучше всего обратиться в трампунг посмотреть сделать рентген исключить повреждение костей и получить рекомендации уже давно дальше наблюдаться условиях поликлиники уважаемые наши зрители врач экстренной помощи травматолог рекомендует не терпите боль а перестрахуйтесь и обратитесь к специалистам а вот сколько может продолжаться ушиб или вот растяжение сколько человек может беспокоить это вот ну понятно что первые сутки наверное первый момент очень все болит сколько приблизительно можно с этой боли уходить тут вопрос как бы сказать интересный момент в среднем до трех недель это все может продолжаться но у кого-то скажем может быть какие-то физиологические особенности опять же характер травмы сила травмы да скажем это может две недели три недели то есть тут у каждого человека по-разному организм одного человека не похож на организм другого но скажем ушиб нас но может купироваться вызов человек может выздороветь с ушибом более могут пройти ну вот давайте условно скажем 20 дней среднем будет какой-то дискомфорт и ощущение будет да конечно бывают незначительные ушибы там три-четыре дня и все проходит но в основном это да около трех недель но мы сказали что в зимнее время работы у травматологов добавляется сказали что все таки чаще обращаются ушибы растяжения переломы как не упустить и не пропустить перелом тут момент такой многие могут скажем не разглядеть перелом и думать что это ушиб потому что есть такое понятие как перелом без смещения в народе говорят об этом понятие как трещина но многие люди думают что трещина это никак не перелом хотя это в принципе синонимы просто одно более научное другое скажем народное и при поэтому лучше в любом случае обращаться к врачу-травматологу и уже с помощью рентгенологического исследования врач выявит если все-таки перелом или нет но при переломе боль гораздо значительнее чем при ушибе и а если перелом со смещением но там уже будет и деформация и крепитация костных элементов это то есть но будет можно сказать ну хруст треск при пальпации при прикосновении все понятно то есть упал очнулся перелом это вот как раз таки тот момент что вы поймете что вы упали не просто и ушибли или растянули ногу колено или что-то еще а вот именно как раз таки врач говорит что при переломе боль еще сильнее конечно так но мы поняли что все-таки обратиться к вам обязательно не откладывать не терпеть а ехать и идти в травмпункт тем более при переломе падать конечно вообще не падать это отлично но врачи травматологи знаю в этом плане в этом вопросе очень подкованы и знают если упал то как лучше падать я могу сказать в общих чертах наверное что все таки при в любом моменте надо как-то постараться сгруппироваться то есть не вытягивать руку то есть если человек упал на вытянутую руку скажем либо упал на бок будет разница если человек упадет на вытянутую руку то я думаю будет больше повреждений боль будет сильнее повреждения в основном если вы вытянутая рука если вытянутая рука ну опять же если человек бывает человек падает очень много встречается таких травм как перелом лучевой кости в типичном месте это когда человек падает и старается вот скажем так на руку извиниться до грубо говоря вот поэтому тут надо как-то выходить из ситуации там же видите никто от этого не застрахован и это какие-то доли секунды но где-то я думаю сработает инстинкт самосохранения поэтому и еще один момент надо все таки как-то я не знаю соблюдать технику безопасности если это на работе либо если человек катается на велосипеде ну соблюдать меры предосторожности шлемы и подлокотники и наколенники ну то есть все вот это страховка конечно да то есть это тоже профилактика скажем травматизма давайте так выразимся а вот сейчас зима что посоветую ну понятно при падении руки широко не расставляем ноги тоже стараемся максимально сгруппироваться и упасть на бачок да на спину что касается спины это вообще очень наверно сложный момент со спиной касается спины конечно потому что все таки позвоночник плюс внутренние органы опять же голова особенно затылочную область и ну в шейный отдел соответственно и опять же ребра задние отрезки скажем на ребер тут очень много скажем структур органов тканей поэтому на спину конечно же вообще не желание желательно но опять же переходим с осенние с осеннего периода на зимний пересматриваем обувь что по обуви скажет обуви конечно есть такая тенденция я заметил наверное больше у молодежи молодые парни молодые девушки особенно каблуки опять же да прям такая больная убираем на зиму исключаем по возможности конечно можно убрать но опять же все же за красоту уже потом за здоровье за здоровье своем да но заметил что люди в зимний период как бы не сменяя обувь ходят в осенне в летней обуви во первых это опасно в плане переохлаждения а во вторых это обувь имеет свойство очень скользкая на давайте так скажем поэтому по возможности зимняя обувь с хорошей толстой подошвой как вот можно даже выразить с хорошим протектором на подошве чтобы ну опять же это профилактика падений если каблучок то устойчивый невысокий да это здоровая тема у нас сегодня врач травматолог в гостях по оказанию экстренной помощи прислушайтесь к рекомендациям куата мухаммед каировича куат мухаммед каирович но мы сказали значит пересмотреть обувь как падать как обратиться профилактика что нужно еще может быть вы нам посоветуете вообще пересмотреть или вообще какой рацион чтобы по укреплению костей что добавляем стараемся есть чтобы особенно вот с детства хрящи кости но про хрящи мы недавно вот уже с врачом невропатологом говорили что желательно костные бульоны в народе называемый так холодец желатин что врач травматолог нам посоветует конечно же это правильное питание но если же мы говорим о укреплении костей для костей самое главное это кальций соответственно чтобы кальций хорошо усваивался в организм нужно скажем что поступал витамин d3 комплекс да можно принимать какие-то витаминные препараты но их сейчас очень много но при всем при этом молочные продукты тоже очень хорошо мы как бы сами рекомендуем для того чтобы скажем при даже при переломах для быстрейшего может быть сращения до восстановления костей тоже добавить больше молочки в такой период конечно молочные продукты хорошо отлично самые главные ваши пожелания и рекомендации хотелось бы конечно пожелать всем крепкого здоровья и впереди новый год впереди очень такой хороший праздник очень много суеты будет поэтому я прошу призываю скажем наших дорогих телезрителей жителей города павлодар быть предельно осторожными смотреть скажем под ноги одевать обувь зимнюю и стараться все-таки избегать вот этих вот моментов чтобы не было никаких травм чтобы новый год встретили все здравии ну и соответственно чтоб новом году тоже травм было поменьше чем без последствий для здоровья конечно отлично вам огромное спасибо с падениями и травмами мы разобрались куат мухаммед каир сказал что впереди самый волшебный праздник кстати который может стать настоящим испытанием для здоровья не секрет что в новый год мы частенько нарушаем привычный режим питания переедаем некоторые злоупотребляют крепкими напитками но что это значит отравление интенсикации и обострение хронических заболеваний как встретить новый год без последствий для здоровья наша программа не заканчивается и сейчас у меня будет еще один гость который все знает о заправках салатах и как хранить продукты в программе здоровая тема у нас сегодня еще один гость это орлы мирамовна зекенова здравствуйте здравствуйте орлы мирамовна зекенова руководитель отдела контроля и надзора за объектами питания департамента санэпид контроля все верно вот орлы мирамовна ну впереди череда праздников самый большой конечно же новый год и на новогодний стол к чему нужно быть все таки более внимательным особенно внимательным у нас впереди большие праздники следует при выборе продукции на новогодний стол естественно при приобретении в точках торговли обращать внимание на сроки годности на условия хранения также на маркировку также на внешний вид особенно его упаковку но это мы наверно сейчас имеем ввиду если берем какие-то консервы чтобы были без вмятин без каких-либо деформаций да да верно то есть все таки самая главная первая рекомендация если закупаемся продуктами смотрим сроки годности обязательно хорошо сроки годности закупили приобрели все продукты по срокам годности все как говорится свеженькая без просрочки далее новый год новогодний стол обилие еды всего много глаза разбегаются салаты уж не будем грешить порой делаем тазиками кастрюльками да заготавливаем особенно но всеми любимым к примеру оливье вот тот же самый оливье чем он может быть опасен ну стоит понимать что у нас оливье это многокомпонентный салат то есть там все виды можно сказать и вареные овощи и колбаса мясо кто у нас добавляет майонез соусы особенно за майонез это у нас большая как бы опасность то есть есть риск получения отравления это у нас как раз таки срок годности сокращается после уже заправки то есть люди как у нас готовят заранее особенно овощи за готовлю отваривают заранее да и естественно добавляют майонез но перед подачей мы рекомендуем заправлять естественно перед непосредственным подачи к столу вот а заправлять как порциями чтобы съели порцию заправили весь заправляем что сколько но лучше готовить порционно естественно чем готовить больших объемах лучше готовить порционно и если она остается на следующий день то с осторожностью потреблять естественно какие продукты портятся быстрее всего вот если мы говорим в новый год мы готовим еще раз говорю но много хотим же все чтобы стол был богатый красивый вкусно чтоб все было какие продукты портятся в первую очередь ну в первую очередь это у нас как раз таки салаты которые уже заправленные соусом сметаны майонезом кондитерские изделия с кремом который является благоприятностью для развития микроорганизмов и также мясная продукция которая уже готовая также но необходимо учитывать что мясная у нас обычно подвергается повторной термической обработки салаты мы уже естественно обработать не сможем термически то есть вы подводите к тому что я хотела спросить все как правило мы доедаем на следующий день а бывает еще кушаем еще несколько дней новогодний стол продолжается то есть вы нам подводите к тому что на следующий день мы уже что ничего не доедаем или как ну вот моя первая рекомендация это лучше готовит порционно и в свежем виде употреблять даже на следующий день что если у вас остатки имеются то с осторожностью с осторожностью относиться данной продукции вот так в общем можно сказать что сейчас не стоит много наготавливать а лучше лучше не стоит да сейчас очень много рецептов разнообразие обилие у нас продукции блюд поэтому следует готовить по необходимости какие рекомендации вы еще дадите по хранению продуктов кроме того что мы заправляем порционно может быть вакуумная упаковка естественно у нас если сырая готовая продукция должны разделять ее и хранить раздельно то есть должно соблюдаться товарное соседство определенно при приготовлении то есть сырая и готовая продукция также должен должен использоваться раздельный разделочный инвентарь доски ножи и так далее и естественно соблюдение личной гигиены это мытье рук инвентаря естественно того же самого используемого при приготовлении все понятно это у нас сегодня в гостях орла мирамовна руководитель отдела и контроля и надзора за объектами питания департамента сан и пит контроля так что санитарный врач говорит а мы прислушиваемся но хорошо застолье череда праздников все хотят и вкусненько поесть и некоторые конечно и злоупотребляют крепкими напитками но что все таки санитарные врачи рекомендуют перед обильным употреблением пищи может быть пить больше воды выпить какую-то таблетку что ваши рекомендации какие ну в первую очередь это не переедать особенно ночное время это у нас как раз таки встречаем в новый год поздно очень поздно да нарушаем режим питания уже сказала что в новый год мы частенько грешим и нарушаем режим питания сидим допоздна и засиживаемся до утра да да и естественно лучше не переусердствовать перед самым праздником лучше поужинать слегка уже ночью как скажем встретить семьей поздравить друг друга и провести весело время в кругу родных и близких отлично но если вдруг человек отравился что делаем вот отравился продуктами пищей едой ну следует естественно обращаться за медицинской помощью а также стоит разделять это было пищевое отравление или просто переедание то есть нарушение функционально решение пищеварительного тракта то есть следует заострить внимание что это было пищевое отравление переедание или злоупотребление крепкими напитками ну и такое бывает сейчас очень популярна заказ на дому многие делают и полуфабрикаты приобретают и домашнюю выпечку вот здесь насколько наверно тут тяжело следить за теми кто работает на дому делают полуфабрикаты выпечку как здесь что порекомендуете можно такие приобретать такую продукцию но мы рекомендуем естественно воздержаться данных заказов так как это является неофициальными точками продаж при возникновении неблагоприятных последствий естественно мер очень тяжело принимать какие-либо меры данным объектом потому что они являются неофициальными то есть у них нет разрешительных документов на осуществление определенной деятельности и нашими рекомендациями является то есть приобретение продукции официальных точках торговли ох сейчас меня домохозяйки некоторые наверно хают да вот то есть все таки больше надеяться на уже проверенную проверенные продукты закупая их в торговых точках или на собственные ручки готовиться самим да сколько кстати в тепле могут стоять салаты заправленные майонезом вот на новогоднем столе сколько ну при комнатной температуре не более двух часов стоит хранить если вы храните в холодильнике то в принципе время увеличивается хранение хорошо чтобы все таки еще раз вернусь к такому вопросу чтобы себя обезопасить и избежать пищевого отравления давайте еще раз нашим телезрителям напомним это здоровая тема санитарный врач в гостях и рассказывает как нам встретить новый год без последствий для здоровья в частности без отравлений пищевых какие общие рекомендации общие рекомендации то естественно при приобретении продукции обращать внимание на сроки годности условия хранения маркировку при приготовлении использовать различные инвентарь для сырой готовой продукции тщательно мыть овощи фрукты соблюдать правила личной гигиены также соблюдать условия хранения в домашних условиях и соблюдать товарное соседство в холодильном оборудовании отличная аэроэмерона а вот санитарные врачи сами все это вот по пунктикам так 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 все сами тоже так делают мы стараемся да потому что это во первых наше же здоровье во вторых это здоровье наших близких естественно и не хотелось бы встречать Новый год и провожать старые с последствиями отлично здорово ну вот и новогодняя программа я желаю нашим зрителям здоровья самое главное и встречать Новый год с близкими, родными и оставаться всегда веселыми и естественно здоровыми спасибо вам огромное спасибо наша программа не заканчивается специалисты нам дали самые профессиональные рекомендации я лишь добавлю еще несколько простых советов для здоровья о которых не стоит забывать в новогоднюю ночь и каникулы это здоровая тема и мы продолжаем зима конечно же ассоциируется с самым волшебным праздником и чередой гуляния однако Новый год совсем не повод пускаться во все тяжкие соблюдайте умеренность в еде классические блюда праздничного стола можно адаптировать под правильный рацион традиции это хорошо но с советских времен диетологи уже не раз пересматривали принципы здорового питания будьте осторожны с крепкими напитками если перебрали то не пытайтесь утром вылечиться новой порцией это чревато серьезными осложнениями соблюдайте режим в начале января есть возможность долго спать утром и засиживаться допоздна ночью позвольте себе эти отклонения от привычного графика но не более чем на пару часов отмечайте праздник свое удовольствие не забывайте про физическую активность танцуйте больше двигайтесь гуляйте на свежем воздухе это поможет интенсивнее сжечь лишние калории заведите полезные привычки ведь не зря говорят начну новую жизнь с нового года наметите цели разбейте их на этапы и начинайте внедрять необходимые правила в ежедневную рутину и не забывайте о своем здоровье я елена белоградова и вся команда программы здоровая тема поздравляет вас с новым годом следите за своим здоровьем будьте крепкими и здоровыми круглый год берегите себя и своих родных и близких а а а а а а а и Субтитры создавал DimaTorzok